фундук или лещина и кизил это засушенный кизил два кита я бы так сказал на которых должны располагаться приусадебные или придомовые сады или место в шесть соток громко именуемое дачей впрочем и так называемые плановые участки под дома при социализме которые давали не более того то есть 6 соток почему именно 6 какой светлый в кавычках коммунистический ум выдумал эту сакральную цифру что он или они имели в виду что все кроме них шестерки и больше не положено ну не буду дальше об этом я вот тема для кандидатской какому-нибудь бездельнику не помню в какой игре картежные шестерки бьют тузов но не дай бог как говорится опять весна на свете середина января и так не дай бог уж лучше на своих шести но без драки кровавая есть у меня на канале много видео как вырастить и сохранить урожай кизила засолить замочить замариновать варенье джем пастила разные разности и вкусности но хочу еще раз повториться самая бесполезная и вредная заготовка это глубокая заморозка кизила которая практикуется большинством все ценные лечебные качества и витамины пропадает именно у кизила глубокой заморозки а у других ягод и фруктов нет а самая полезная и наименее трудоемкая заготовка это сушка кизила солнечная теневая в электросушилке было у меня два видео по моему об огромной лечебной пользе сушеного кизила а также о лечении геморроя косточками вот показывал я начало сушильного процесса а сейчас виден конечный результат пел Владимир Семенович Высоцкий конец мой и все же конец мой еще не конец конец это чье-то начало и в данном случае сушеный кизил начало вернее продолжение чей-то жизни раковые клетки он губит в тех двух видео говорил о том что продлевает продолжительность и качество жизни человека кизил сушеный начинать надо утро с кизилового чая с вечера засыпать пару-тройку ложек сушеного кизила в термос вот он китайское произведение из нержавейки никакого стекла внутри а утром какой там кофе с чаем дорого и бесполезно и вот получается сейчас мы продемонстрируем я вернее вам посмотрите на солнце видно ну мало он настаивался но более половины полезных веществ уже перешла в этот чай настой напар не знаю как его правильно назвать и вот этот напиток кизиловый даст заряд бодрости и здоровья на целый день и всю жизнь а с вечера пить не надо чтоб не перевозбудиться всего вам хорошего и плавно я сейчас перейду еще видео сниму а боярышники засушенном тоже всем хорошего желаю здоровья